Всячески нужно сохранить трудовые коллективы. Это мое требование остается непреклонным. Что касается поддержки отдельных предприятий и отдельных граждан. Все денежные средства, которые мы можем сегодня направить на поддержку предприятий, конкретных предприятий и граждан, должны быть направлены на места. Прежде всего губернаторам. Они просили, передайте нам денежные средства, мы сами посмотрим и определимся на месте, кого нужно поддержать. Поддерживать надо тех, кто нуждается в поддержке и кто сам шевелится. Нужно и самим искать эту работу. Приведу пример по поводу ресторана. Рестораторы и работники ресторана нашли такую форму зарабатывания денег, как доставка обедов, завтраков на дом, предприятиям. Люди, если хотят работать, они нашли новую форму. Я тоже проводил пример Белавия. Не Белавия виновата, я к примеру говорю, в том, что просто закрылись границы, закрылись аэропорты всего мира. Мы свой аэропорт не закрывали. Тем не менее, надо посмотреть на ситуацию Белавия и чем можно помочь этому предприятию. Или возьмите, допустим, Белкали. Мы вообще от калийной отрасли очень мало получили доходов. Очень мало, потому что рынки закрылись, движения никакого не было. Но, тем не менее, они нашли возможность в этой ситуации договориться с Китайской Народной Республикой, по-моему, и с другими рынками, и получить соответствующее денежное средство, поставляя свои товары. То есть люди шевелятся, люди стараются договориться. Да, сегодня невозможно поставить куда-либо на рынки продукцию. Но надо договориться. Через неделю, месяц откроются рынки, и у вас будет готовый договор, вы поставите свой товар. И это тоже форма работы. Мы ведь не закрывали ни одно производство, ни один ресторан, ни один кинотеатр. Мы вообще ничего не закрывали и никого не ограничивали.